Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Бизнес теленовостей, очень маленький мирок, некоторые даже могут назвать его кровосмесительным. Большинство из тех, кто зарабатывает себе на жизнь этой странной работой, знают друг друга. Многие за долгие годы успели поработать друг с другом. Работодателей не так уж много, так что неудивительно, что целый ряд сотрудников нашего канала, и я в том числе, когда-то работали на СНН. Любой из нас может сказать вам, что СНН всегда был либеральным, его основал ярый левый Тед Тернер, но СНН не всегда был неприкрыто ангажированным. Раньше это был новостной канал. Он не всегда проводил политическую кампанию, как сейчас. Это что-то новое. Что изменилось? Сменился руководитель кампании. Нынешний президент СНН Джеб Цукер. Он и в ответе за перемены. Вот как я однажды охарактеризовал его в этой программе. Из толщи тьмы, затаившейся высоко над новостными студиями, скрытный гном, король СНН, подкрался к селектору и призвал своих приспешников. Со всех концов кабельной империи пришли они на его зов, каждый с готовыми тазисами. Звучит как сцена из Гарри Поттера. В каком-то смысле так и есть. В штаб-квартире СНН вы не увидите горгулий, зато почувствуете политические амбиции человека, который контролирует там все до мелочей. Цукер возглавил СНН почти семь лет назад, и с тех пор часто возникает ощущение, что каждая передача на этом канале срежиссирована для достижения максимального политического эффекта. Если вы вообще смотрели его, вы точно знаете, что мы имеем в виду. Оказывается, такое ощущение возникает не без причины. Сегодня организация Project Veritas опубликовала ряд аудио и видеозаписей, сделанных по ее словам человеком из СНН. На данный момент мы еще не провели независимую проверку следующих записей. Мы связались с СНН и спросили их, но не получили ответа. Но у нас нет причин считать что-то из этого фейком. Записи, которые мы вам сейчас покажем, указывают на то, что Цукер диктует каждую мелочь вещаний СНН. Причем преследует явно политические цели. Вот один пример. Здесь Цукер говорит своим приспешникам, в каком свете представлять сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма. Смотрите. Я просто хочу сказать насчет Линдси Грэма. Я знаю, что на СНН много людей, дружественных Линдси Грэму. С этим пора кончать, пора за него взяться. По-моему, он сейчас работает на полную ставку на Fox News. Его последние 26 интервью кабельному телевидению были на Fox. Ясно? Пора всерьез заняться тем, что происходит. О, поняли. Теперь такие стандарты. Новостные стандарты на новостном канале. На кабельном новостном канале. Линдси Грэм появился на Fox, поэтому нападайте на него. Что СНН и сделал, притворяясь, что это нормальная журналистская работа. А здесь Джефф Цукер говорит своим сотрудникам, неважно, что еще происходит в мире. Единственная тема, которая действительно важна, это импичмент Дональда Трампа. По сути, символический акт. Никто ведь не верит, что его признают виновным. Послушайте. Мы движемся к импичменту. Я имею в виду не... Вы понимаете. Мы не должны делать вид, что, ой, тут одна дорога. Все эти шаги, шаги к импичменту. Поэтому не... Не забывайте, в чем состоит главная история. В инструкциях определенно не хватает четкости, и этот человек работает в новостной сфере, но суть была достаточно ясна. Не забывайте, в чем состоит главная история. Это приказ. Люди, работающие на Джеффа Цукера, судя по всему, приняли этот сигнал. Послушайте, как сотрудник СНН объясняет, что и он, и остальные точно знают, чего хочет Джефф Цукер. Это тема с импичментом. Каждый день новое развитие событий, все новые и новые скандалы. Мы просто ничего не можем сделать, если Цукер хочет, чтобы каждый день главной истории был импичмент. Да, он хочет импичмента, так что... Превыше всего, я полагаю. Превыше всего. Мы ничего не можем сделать, если Джефф Цукер хочет импичмента. Каждый день. Импичмент превыше всего. Именно это они и выдавали изо дня в день, несмотря на то, что ничего нового зачастую не было. На самом-то деле. Тем не менее, поскольку проекция отличительная черта левых, Джефф Цукер обвиняет других в распространении фейковых новостей. Уморительно. Послушайте. Думаю, то, что сейчас происходит в Америке, по сути своей, результат прижившихся в стране, бредовых теорий заговора и фейковых новостей, которые много лет распространял Fox News. И я говорю это предельно серьезно. Я говорю это предельно серьезно. Это один из наименее серьезных, наименее впечатляющих, наименее внятно выражающихся людей в публичной сфере. Даже его собственные работники не могут воспринимать это всерьез. Послушайте. Здесь много людей, которые пытаются делать то, что, по их мнению, больше всего соответствует журналистской честности. А потом в 9 утра вам звонят, и большой босс Джефф Цукер, блять, говорит, что вам делать. И выходит, что вы как бы должны, в какой-то степени вы должны следовать его вердикту. Мы смеемся, потому что, ну как тут не смеяться, все на виду. Ничего скрытого уже нет. Но есть здесь и едкость. Вот мальчик, который там работает, думает, что занимается журналистикой. Он смотрит по сторонам и видит людей. На CNN ведь есть хорошие люди, мы это знаем. Все, кто там работал, это знают. И они пытаются заниматься журналистикой. Но большой босс Джефф Цукер не позволяет. Черт с ней с честностью, просто делайте так, как говорит Джефф Цукер, правда или неправда, неважно. Конечно, это не журналистика, это четко подпадает под определение государственных СМИ. Беспрестанное поддакивание, бесконечное подыгрывание правящему классу. Американцы этого не любят и не смотрят. Но все в Вашингтоне любят Джеффа Цукера. И неудивительно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова